Овощи стараемся максимально местные брать. Если привозные, шкурку всегда снимаем, чтобы все, что на этой шкурке было, как это обрабатывали. Сейчас в связи с санкциями очень много продуктов местных в России. Причем не все овощи одинаково полезны. Те, которые содержат много крахмала, их лучше ограничить употребление в пищу, потому что они провоцируют набор лишних килограмм, они способствуют, там мало питательных веществ, особенно как мы варим пирожки, там больше такие вещи делаем с картошкой. Получается очень мало полезных веществ, в итоге все уходит у нас в лишние килограммы. То есть полностью исключать картошку можете не исключать, но ограничьте ее употребление. Лучше как можно больше овощей, в которых больше содержится клетчатки зеленые, зелень, всякие такие овощи. Про болгарский перец я тоже говорила. Вот если вы хотите, если для вас важно восстановить свое здоровье, если вы задаетесь этой целью, проконтролируйте, что вы едите и как ваш организм после этого себя чувствует. Буквально недели-двух вам будет достаточно для того, чтобы понять, от чего вам хорошо, а от чего вам плохо после еды. И уже убрав, это может быть всего несколько продуктов, там 2-3-4 вида продуктов, которые вам не идут. То у меня дедушка, он не мог есть вообще никакой перец. То есть там вот если черный перец поперчить, там красный яблок, остальные перцы могу, только болгарские, да. А дедушка у меня вообще никакие перцы есть не мог. Овощи полезнее всего есть. Приготовлены на пару, в свежем виде и в замороженном виде. Насчет консервации, здесь такой очень скользкий момент. Если вы сами занимаетесь консервацией и используете немного уксуса, если у вас есть рецепты такие, да, где очень мало уксуса, мало там всяких прочих таких веществ, да, которые не очень хорошо играют в наше здоровье, то можно. А вот покупные консервы, в них кроме уксуса практически ничего не остается, то используют, а овощей нет. И по аюрведе, если смотреть питание по аюрведе, они вообще против употребления в пищу любых ферментированных продуктов. Потому что они считают, что это мертвая пища, которая уже начала разлагаться, потому что вот когда вот маринуешься, там все равно проходят какие-то процессы. Когда вот мясо ферментируется, когда вот сыры ферментируются, да, там проходят какие-то процессы, они считают, что это уже умершая еда, и вы когда ее едите, вы вот в себя принимаете эту мертвую энергию. Ну, кто в это верит, кто в это не верит, малосольные огурчики мы кушаем с удовольствием и как бы прекрасно себя чувствуем после этого. Но вот эти вот, которые покупные корнишоны и прочие вещи, где там больше уксуса, чем чего, лучше, конечно, по максимуму сократить их процент употребления в своем рационе.